В эфире программа события в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Книга лучший подарок. Чтобы скрасить досуг пациентов, общественная палата Самарской области привезла в кардиологический центр полмиллиона изданий. Со школьной скамьи готовится к жизни студенческой. До 1 октября все вузы региона должны опубликовать на своих интернет-сайтах правила приема. Бессмертные гусары. В военно-историческом музее открылась постоянная экспозиция, посвященная 5-му Александрийскому полку. Будущие выпускники школ уже начинают готовиться к жизни студенческой. До 1 октября все вузы региона должны опубликовать на своих интернет-сайтах правила приема и минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления. Как не ошибиться с выбором учебного заведения и что необходимо, чтобы получить заветный студенческий билет, обсуждали на встрече с родителями старшеклассников. Подать документы абитуриенты смогут не более чем в 5 вузов и не более чем на 3 специальности. Проходной бал в каждом из университетов определят только после того, как завершится приемная кампания. А это будет в конце июля следующего года. Но каждый год проходной бал отличается ненамного и ориентироваться можно на результаты предыдущих приемных кампаний, которые можно найти на сайтах вузов. А вот золотым медалистам волноваться не придется. Даже если они не поступят на бюджетные места, в выбранный университет учебу им помогут оплатить региональные власти. Одна из главных задач – определиться с вузом. Необходимо посетить и выставки, дни открытых дверей, необходимо познакомиться со справочниками, которые мы издаем. Есть несколько сайтов Министерства образования и науки Российской Федерации, которые посвящены этой теме. Поддержка родителей не просто важна, она, наверное, определяющая, потому что ребенок должен почувствовать, что это не только его выбор, это выбор совместный. Книга «Лучший подарок» Общественная палата Самарской области привезла в кардиологический центр полмиллиона изданий, чтобы скоросить досуг пациентов. До конца года многие лечебные учреждения получат также, пусть и небольшие, но библиотеки Марианна Мирная продолжит. Мой Дадыр, Синбат Мариход, Маугли и другие герои книг появились в детском отделении Самарского областного кардиоцентра. Досуг пациентов не сильно разнообразен. Лежать в больнице, тем более с болезнями сердца, зачастую приходится по многу недель. Скрасить пребывание помогают книги. Это, несомненно, помогает. Ведь такая терапия, не медикаментозная, она везде прописана, и во всех детских учреждениях есть. Детские комнаты, вы же, может быть, слышат, клоуны приходят. Мы очень заинтересованы. У нас детская комната есть отдельная, у нас воспитатель в штате. Они с ними работают, потому что лечебный процесс не всегда занимает много времени. Чем их еще занять? Чтобы они не рушили кровати и прочие вещи. Общественная палата Самарской области подарила кардиологическому центру 500 изданий. Женскому и мужскому отделениям достались книги самарских авторов. Любой пациент может взять на время понравившуюся книгу. Мы постараемся силами гражданского общества, в данном случае силами членов общественной палаты, снабдить все наши лечебные учреждения Самарской области литературой. Если в каких-то учреждениях есть библиотеки, то мы выставим новые книги, так сказать, нового формата, для того, чтобы посмотрели пациента, как у нас развивается литературная наша жизнь. Акция «Новая орбита книг» несколько месяцев шагает по области. Обновленные библиотеки появились уже в селах региона, в воинских частях, теперь в больницах, на очереди и места не столь отдаленные, где тоже есть острая необходимость в литературе. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов, События. Бессмертные гусары продолжают жить на страницах самарской истории. В военно-историческом музее открылась постоянная экспозиция, посвященная 5-му Александрийскому полку. Гусары квартировали в Самаре 4 года, но память о них пришлось по крупицам собирать по всему миру. Полковые знаки, форма, личные вещи, все экспонаты собирали неравнодушные к истории люди. На открытии музея побывала Алина Чемерес. Город оживал, когда в город входили гусары. Именно так и получилось в Самаре. Однажды здесь, на улице Почтовой, ныне Шостаковича, проходили гонки на лошадях. И вдруг со стороны Волги появляется лихой гусар верхом на верблюде. Двугорбое чудовище так напугало лошадей, что они разбежались и разбили две витрины. По иронии судьбы, на месте, где и произошел этот курьезный случай, сейчас и находится музей, посвященный Александрийским гусарам. На открытии музея словно оживает эпоха. Дамы в кринолинах, сестры милосердия, офицеры в форме царских лет. Как русский военный, одетый француз Мишель де Винча. Он потомок полковника Александрийского полка Сергея Топоркова. До Первой мировой гусар служил в Самаре. Потом война и эмиграция. И принужден был работать ночью. Убирал там в заводах фирмы «Ситраин». Убирался там. А в течение дня он посещал свое время на полк, на историю, на контакты с однополчанами, с которыми он переписывался, чтобы дополнить как-то историю. И он никогда не женился, потому что он только думал о полке до конца своей жизни. Пятый Александрийский полк был основан еще при Екатерине Великой. Черными гусар прозвали за цвет формы, а бессмертными по аналогии с прусскими гусарами смерти. В Самару полк передислоцировался в 1910 году из польского города Калиша. Открыть музей посвящен Александрийцам идее Артема Гусева. Он с детства увлекается историей русской императорской армии. Оригинальные фотографии, оружие, униформы и символика. Более 300 экспонатов все из частных коллекций. Предметы приобретали в Москве, Петербурге и за рубежом. Много оригинальных предметов и в том числе много копий. Потому что, к сожалению, некоторых предметов, скажем так, как доломан или как парадная шапка на последнее царствование, то есть сейчас найти просто невозможно. Или они в частных коллекциях, или они просто пропали вообще. Адамова голова – главный полковой символ десятки страниц архива портрета Александрийцев. Здесь можно увидеть и как выглядели бессмертные гусары. На одной из витрин наградное оружие. Боевая подготовка кавалеристов была отменной. В умении владеть шашкой им не было равных. Шашка была в трех положениях. Шашка в ножны, по команде шашки вон. Шашки вон, она извлекалась наверх. По команде шашки в плечо. Она вот так вот ложилась в плечо, в таком или в таком положении, как на картинке. И из шашки вон наносился быстрый, очень точный режущий удар, которому любого человека можно было, любого всадника, кавалериста научить за короткие промежутки времени. Первая задача кавалериста – крепко сидеть в седле, вторая – быстро, точно рубить. Самарский музей, посвященный Александрийцам, сейчас единственный в мире. Он принял эстафету у парижского, который был создан эмигрантами в 1929 году и перестал существовать в 60-е. Одним из его основателей был Сергей Топорков. После себя Гусар оставил множество рукописей. В ближайшее время Мишель де Винча планирует издать книгу своего дяди, которую так и не успел выпустить Боровый Александрийц. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События. Далее, коротко о других темах дня. В Самарский облсуд поступила апелляция осужденных по делу трех самарских блогеров. Напомним, в начале июля им вынесли приговор за вымогательство трех миллионов рублей у бизнесмена Сергея Шатила. В итоге Дмитрия Бегуна отправили в колонию на шесть лет, Олега Иванца на семь, Наталью Миронову на пять. Несмотря на то, что подсудимые уже знакомились с материалами дела, судья удовлетворил их ходатайство еще раз изучить восемь томов, собранных обвинением. После вступления приговора в силу потерпевшая сторона намерена выдвинуть иск о возмещении морального вреда. Катались недолго. В Самаре инспекторы ДПС задержали двух автоугонщиков. В момент задержания заснял видеорегистратор, установленный в патрульном автомобиле. Угнанную Ниву полицейские заметили на улице Советской армии. Уже через несколько секунд машину удалось остановить. За рулем ВАЗа находились двое нетрезвых молодых людей, 91-94 годов рождения. Один из них уже был судим за разбой. В этот раз, перед тем, как угнать автомобиль, злоумышленники избили его хозяина, мужчину 1962 года рождения. Возбуждено уголовное дело. С официального старта возведения Фрунзенского моста прошло 300 дней. Возведены уже три из восьми опор. Завершается устройство пролетного строения через озеро Банное. Монтажные работы выполнены больше, чем на 70%. Продолжается строительство двух транспортных развязок на улице Фрунзе и шоссейной. И отсыпка тела на осыпи дороги на левом берегу реки Самары. Работы, завершить которые планируются к концу 2018 года, ведутся в круглосуточном режиме, в том числе в выходные. Внимание автомобилистов! С 17 по 21 сентября с 20.00 до 6 утра на Волжском проспекте на участке от улицы Осипенко до Вилоновской будут менять асфальт. В связи с этим автолюбителей просят не оставлять машины на этой улице в указанный период. 25-летняя актриса Юлия Топольницкая, звезда клипа «Экспонат» на песню группы «Ленинград» снимется в фильме самарского режиссера Егора Чичканова. Картина называется «Не в форме», это черная комедия о похудении. Чтобы закончить фильм, съемочной группе не хватило 250 тысяч. Была запущена краудфандинг-компания, проект уже поддержали 97 человек. Кинематографистам осталось собрать 13 тысяч рублей. Напомним, видео «Ленинграда» с участием Топольницкой появилось в сети в январе 2016 года. Его просмотрели более 89 миллионов пользователей. Как проходит реализация ценных бумаг регионального народного облигационного займа? На каких условиях и где можно приобрести облигации? В программе «Город С» исполнительный директор Самарского областного фонда жилья и ипотеки Реналь Мизитов и председатель общественного совета при Минстрое Самарской области Олег Никитенко. Смотрите в 18.15. На этом наш выпуск завершен. Читайте на Твиттере, смотрите на экраны своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова